Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на канал Zoom Slime. Сегодня у нас на повестке дня вот такой вот интересный набор, который я случайно нашла в магазине. Он называется Малиновое варенье, или же он называется Fluffy Slime Fabrica, и это конкретно идёт вкус, аромат, вернее не вкус, а чисто аромат малинового варенья. В общем, мы сейчас с вами будем разбираться. Вообще, меня привлекло то, что этот набор стоил довольно-таки недорого в сравнении с другими наборами, и то, что с помощью этого набора можно сделать три слайма трёх разных цветов. Ну и, конечно же, то, что это малиновое варенье, тоже, ну, привлекло как бы меня, конечно же. В общем, такой красивый наборчик. Давайте посмотрим, что же у него входит и что у нас с обратной стороны написано. Итак, с этой стороны у нас имеется состав, он довольно-таки внушительный. Вы можете его почитать, мне кажется, нет смысла мне его сейчас весь озвучивать, потому что он огромный. Материалы какие тут, какие реактивы используются, ну и много всякой разной информации. Пользоваться только непосредственно под наблюдением взрослым. Произведено 5 февраля 2020 года. Срок годности 2 года, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. В общем, с обратной стороны много важной информации, кому интересно, тут просто поставить на паузу и почитать. Но мы с вами, наверное, будем идти дальше, будем открывать этот набор и уже прям его тестировать. Здесь скотч, его нужно вскрыть. Что мы здесь имеем? Палочка, палочка. Вот такая вот замечательная штучка. И что же мы здесь видим? Во-первых, поливинил отстает, это как раз-таки клей. Три баночки для трех слаймов. Инструкция. Три деревянные палочки. Два вот таких вот дозатора, чтобы отмерять воду, скорее всего. Ну, может быть, еще что-то, не знаю. Жидкая, аммульная основа, трубочка для того, чтобы надувать пузыри. Раствор тадрабората натрия. Красный краситель. Синий краситель. Ароматизатор. И глицерин. Видимо, один слайм у нас будет белый. И окрашивать мы его не будем. И вот такая вот инструкция. Поглядите. Белый флайфи-слайм. Я же говорю, белый будет. Белый цветной флайфи-слайм. В общем, инструкция довольно-таки обширная. Сейчас мы ее чуть-чуть поочитаем. Возьмите из набора шейкер для замешивания слайма. В общем, это и шейкер, в том числе с крышкой. Налейте в нее 5 мл мыльной основы. Прикольно. Для этого нам нужна была пипетка. Затем добавьте к мыльной основе 5 мл чистой воды. Интересно, почему нам об этом не сказали. Ну да ладно, за водой я сгоняю. Теперь нужно придать флайфи-слайму воздушности. Нужно получить густую пену. Шейкер с раствором мыльной. Что-то крышка-кышка. Трясти. Ага. Ага. Да-да-да-да. Короче, читайте. Любой слайм должен приятно пахнуть. Добавьте около 5 капелям ароматизатора в смесь. Да потом добавляйте глицерин. Последний этап самый важный. Помешивая получившуюся смесь, добавьте в нее 3 мл тетрабората натрия. Бла-бла-бла. И в общем слайм готов. Здесь идет инструкция про цветной флайф-слайм. Думаю, здесь все то же самое. Единственное, добавляется пункт про краситель. Техника безопасности. Все очень круто, красиво. Набор стоит из бла-бла-бла. В общем, он будет воздушный, как облачко. Тянется. Тянется. Застекает, можно давать. В общем, много информации. Вроде бы как бы и полезно. Но такое время вроде бы и чуть-чуть не нужно. Это хорошо, конечно. Сейчас мне нужно будет сходить за водой. Потому что я не думала, что придется добавлять воду. И я ее не взяла. Ну что ж, дорогие друзья, есть здесь вода и здесь. Так что пора приступать. Начнем мы с вами, конечно же, с белого флайф-слайма. Будем делать все, как показано в инструкции. Сначала берем вот такой вот поливинил-ацетат. Открываем его. Мы молодцы. Теперь берем мыльную основу. И нам нужно будет отмерить сначала 5 мл чистой воды. А, сначала мыльная основа. Ага, потом чистая вода. Нифига, ну как-то спиртом пахнет, если честно. Так, и что из этого 5 мл? Вот здесь 3 мл, и типа вот это все, это 5 мл? Реально? Смотрите, 0, 5, 1, 1, 1, 2, 2,5, 3. Нифига себе мл. Так, это 2,5. То есть мне нужно будет 2 пипетки такие. Ага, ровно опять 2,5, представляете, миллилитра. Добавляем. И теперь нам нужно столько же добавить воды. У меня есть такой стаканчик. И еще добавляем. Знаете, чувствую себя каким-то химиком. Убираем пока что водичку. Теперь трясем. Должна образоваться пена. Самое главное хорошо закрыть, чтобы ничего никуда не растекалось. Короче, погнали. Блин, я только сейчас поняла, что стейкер за замеш... Ну, вы поняли, да? Шейки для замешания это вот эта штука. Потому что туда типа надо было добавлять поливинил от стаи. Блин, ну как обычно. Ладно, с цветным попробуем сделать по-нормальному. Я была уверена, что вот эта же банка, и она и для замешивания. Окей, теперь все-таки потекло, прикиньте. Теперь открываем. Пена у меня здесь, к сожалению, не образовалась должного количества. Берем ароматизатор. Он, судя по всему, должен пахнуть малиновым вареньем. Так, пока что не чувствую. Но да ладно, написано добавить 5 капель. Добавили. И еще можно добавить глицерина. Также 30 капель глицерина. Серьезно? Окей. Главное его открыть. Добавили. По-моему, этого глицерина нужно добавлять просто ровно 1 треть от банки. Но, конечно, считайте намного веселее по капелькам. В принципе, все. Теперь только перемешать. Ну и, конечно же, добавить самое главное. Это тут раборат натрия. Там написано, что нужно добавлять 3 миллилитра от этого рабората натрия. Где он, блин, находится? А, вот он. Интересно, его можно отмерить этой штуковиной? Я хочу отмерить вот этой штуковиной. Написано 3 миллилитра. Так, набираем. Вот это, это 2 миллилитра. Вот, видите, 2. Добавляем, все. Понадобится еще, еще миллилитрик добавим. Пока что тут закроем. Ем. Пипец. Оно не разлилось. Было бы прикольно, если бы разлилось. Ну что ж, дорогие друзья, слайм практически готов. Он, конечно, немножечко липкий. Но ничего страшного. В принципе, нормально. И так сойдет, как говорится. Мне кажется, еще добавлять активатора. Плохая идея. Ну, хотя нет, наверное, не очень плохая, потому что реально сильно липнет. Так, добавляем несколько капель. Не знаю, что там, 0,5 миллилитра, 1 миллилитра я сейчас добавила. В общем, мы сейчас сделали классический белый флафи-слайм. Можно сказать, базу. Надеюсь, что мы ее сделали. Потому что он так прилипает к рукам, что как будто еще ничего не сделали. Ну, а теперь давайте посмотрим. Очень глянцевый. Кстати, я так и не понюхала. Мне не нравится, как пахнет. Если честно, возможно, есть какие-то ноты малины. Но они очень химозные. То есть ароматизатор прям желает оставлять лучше. Он как-то спиртом даже немного отдает. Таким вот образом растягивается слайм. Ну, в принципе, норм. Ничего нового. Обычный слайм. Собственно говоря, самая стандартная белая база. Чуть-чуть, наверное, даже желейная. Окей. Но мы с вами это сделали сейчас не по регламенту данного слайм-набора, как оказалось. Но мне, в принципе, все понравилось. Сейчас мы попробуем сделать вот именно все в шейке. Делать будем, конечно же, цветной флайк-слайм. Вот инструкция, в принципе. Давайте я вам поднесу ее поближе. Кто хочет, ставим на паузу и читаем. Первым делом, в принципе, нам нужно делать то же самое, что мы делали. Только теперь тут должно быть много типа пены. В общем, сначала нам нужно отмерить 5 мл жидкого раствора. Давай нормально всасывайся, чтобы прям 2,5 мл было. Ага. Еще 2,5 мл жидкого мыла. Вернее, это жидкая мыльная основа. Окей. Далее нам нужно столько же воды. Вода. И теперь мы закрываем это все и тупо взбалтываем. Обалдеть. Вот только посмотрите, у нас реально образовалась дофигища типа пены. Без образования, так сказать. Вернее, без помощи пены для бритья. И сейчас мы берем вот этот поливинилоцетат и наливаем его сюда. Ну, это типа клей. И далее нам нужно добавить креситель. Я хочу этот слайм сделать синеньким. Надеюсь, он не будет окрашивать руки, потому что обычно натуральный креситель очень сильно окрашивает руки. Вау, как красиво. Смотрите. Крутяк. А давайте сделаем комбо. Еще добавим красного и будет вообще пушкой. По идее, у нас должно быть что-то типа фиолетового в итоге получится. Добавляем. Обалдеть. Ну, красиво же, скажите, что красиво. И что мы еще не добавили? Мы не добавили глицерина 30 капель. Сейчас будем считать. У нас там пена уже садится. В общем, короче, просто добавляем глицерина и все. Не считаем. Давай быстрее. Я прям давлю, чтобы капли были огромные. Думаю, вам это видно. Сейчас прям огромными каплями выдавливается. Каплями. В общем, все. Окей. И теперь, что нам нужно сделать? Ароматизатор. Конечно же. Блин, пена, не садись, пожалуйста. Ну и самое главное, это тетраборат натрия. Заливаем понемножку. Начинаем перемешивать. Настенька, быстренько, блин, все-таки у нас получается. Ну, пусть у меня уже нормально, посмотрите. Так, теперь она особо не смешивается, если честно. В общем, пена отдельно, с вами отдельно. Не очень была хорошая, видимо, идея это сделать. Но пена реально здесь, не посмотрите. Но с вами я не вижу вообще. Окей. Добавляем еще остерок в ратинанте. Хорошо, не помешаем. Офигеть, вот сейчас реально получается что-то сверхнеобычное. Еще добавляем этот ратинанте. Все, уже начинает. Он прилетает с вами от стеночек. Вот хотите, прикол, да? С вами сделано двумя разными способами, но совершенно из разных стенок. Именно столько разные. Вспомните предыдущий с вами этот. Давайте его послушаем. Время, конечно, прилипает. Все, вся воздушность, так сказать, она пропала. То есть, действительно, был флаффи, суперфлаффи слайм. Но я его пожмякала, пожмякала и все. И вы сами видите, что он стал практически обычным слаймом. Ну, конечно, флаффи. Но он был суперфлаффи, а сейчас просто флаффи. Надо еще чуть-чуть добавить. Чтобы было прям супер-пупер-мега-идеально. Когда ты уже устал замешивать слайм, начинаешь петь. В общем-то, мне не нравится, что он просто отлетает кусками в сторону. Он, допустим, сейчас попал на мой телефон. Вот, чтобы вы просто понимали. Ну, такое, конечно. Вроде бы норм. Но первый способ изготовления мне понравился больше. Этот, конечно, эффектный. Пена, потом красители. Получается все супер-круто. Эй, братуха, давай, отлепляйся. И почему-то, не понимаю почему, но он очень сильно липнет к рукам. Почему? Возможно, это из-за той самой пены, которую мы образовали с вами в этом шейкере. Но с первым слаймом такого не было. Он прилипал, прилипал к рукам, потом перестал прилипать. А сейчас вы сами видите, что происходит. Все, вроде бы я его сейчас вымешала. Давайте его растянем. Цвет у меня, конечно, получился интересный. Никак не связанный с малиновым вареньем. Но ничего, третий слайм мы с вами сделаем розовый. Розовый. На стеночках просто этого безумного контейнера. Итак, третий слайм. Тут нету третьего варианта приготовления слайма. Вернее, тут был вообще всего один вариант. Но я почему-то решила сделать два варианта. Ну, вы сами поняли. И давайте решать, что мы будем делать. Чтобы было весело, будем шейкерить, конечно же. Снова возьмем эту основу. Добавим чуть поменьше. Ну, не настолько меньше, конечно. Вот столько. Вот столько. Тут где-то миллилитра три, наверное. Добавим чуть-чуть меньше воды. Это вода. Ладно, жидкого мыла еще добавим. Гулять-то гулять. И теперь берем вот это все и взбалтываем. И должна образоваться безумная пена. Погнали. Все, воды там, походу, нету. Больше осталось одна пена. Мы образовали пену. Теперь нужно не медлить. Берем клей. Выливаем. Не хочу добавлять, наверное, вообще глицерин. Добавлю только ароматизатор. Потому что в ароматизаторе и так есть глицерин. Так что достаточно. Вот, тем более, весь добавился. Ну и, конечно же, красная краска, чтобы, типа, сделать варенье. Ну и перемешиваем. Берем палочку чистенькую и погнали. И самое главное ему забыли, это траборат натрия. Надеюсь, он не закончился. Мешаем, 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 мешаем. Надеюсь, получится круто. Цвет мне, кстати, очень нравится. Надеюсь, что я не знаю. Субтитры сделал. А вот, конечно, у меня есть слайм. Вот, что знаете, делать слайм с глицерином. Вот они мои эксперименты. Нифигально получается. Сейчас добавить глицерином так вот. Вот, зачем нужен был глицерин? Чтобы греть сразу не свернулся в комок на палочке. Учились на моих ошибках. Да, и если вы покупаете такой набор, то обязательно надо будет глицерин, как это написано в инструкции. Делал, чтобы инструкции было все нормально. Решила сделать пословно, получилась ручка. Я пытаюсь, как видите, я думаю, что могу спасти ее. Понимаете, я уже хотела принять ее все вроде... Смешивается, конечно, нелегко, не быстро, не сразу, но что-то, да, получается. Он почему-то какой-то очень резиновый, как будто слащит. Да, я тетраборатика добавила. Интересно. Очень. Первый слайм был клевый. Второй такой, типа, ну какой-то зашкварный. Третий вообще полный зашквар. Как так? Должно же быть наоборот, типа, учиться на ошибках. А я тут наоборот создаю одни ошибки. Можно убирать, наверное, этот безумный шейкер. Ну, вообще, мы поняли. И посмотрите, что у меня получилось. Не очень, конечно, вообще совсем. Но что-то, да, я сделала. Может, добавить немного глицерина будет лучше, но мне уже, честно говоря, лень. Что по набору? Набор прикольный, интересный. Можно экспериментировать. Делать разные слаймы. Как видите, я все три слайма сделала совершенно разными. Единственное, не хватает каких-нибудь прикольных добавок, типа, там, блесток, шариков, каких-нибудь пенопластовых или еще что-то интереснее. Реально не хватает. А так, в принципе, норм. Напишите в комментариях, как вам такой набор. И хотите ли вы, чтобы я чаще тестировала всякий набор для приготовления слайма. Ну, и всем большое спасибо за просмотр. Буду рада, если вы меня поддержите. Если берете под этим видео хотя бы 10 тысяч лайков, потому что я для вас стараюсь. Увидимся скоро в новых роликах. И всем пока.